Все, включил. Итак, 22 июня вы прибиваете. 22 июня, значит, это собрание, там, значит, это самое, определили нас, это самое, часть, в какую я попал 330-й отдельный дивизион. Вот. Ну вот, у меня было 12 этих орудий, 305-мм. Дальше, когда уже сформировалась эта запасная часть, где-то в июле, в августе месяце, вот, ну, 650 человек примерно лишнего состава в этом дивизионе, потому что одну пушку обслуживали только этих личного состава, 27 человек. Ну, нужно было, значит, выкопать котлован, вот такой, как вот наша комната, глубиной и высотой такой же. Вот, уложить туда деревянные части, вот, металлические, значит, это основание, где крепеж был, это поддона, на котором орудие поворачивалось справа-влево. Вот, вот, ну, это такое, свалилось так, дали в мое распоряжение, значит, это самое, запасника на должность завделопроизводства, вот, некий Кошелев, такой был, ну, знающий бухгалтер из запаса. И вот так я начал, так сказать, разбираться в службе, поскольку это должны в моем подчинении быть еще, вернее, я должен быть в подчинении двух еще человек, начальник мастерской дивизионной, и завделопроизводством. Вот, значит, это, таким образом, нас четверо человек, сзади есть документация, которая была, это она секретная у них была, но при разведке они, значит, это самое, разобрались. Начальник мастерской получил, допустим, там, человек 12 личного состава на разные должности, это уже такие штуки. Вот, но самое главное, мы с своим попутчиком, как встретились, сюда рядом были наши части, вы, это самое, организовали пункт приведения в боевую готовность наших боеприпасов. А там боеприпасы были такие, значит, отдельно снаряд, отдельно порох, вот, отдельно взрыватели к ним. Он, этот пункт мы не закрывали на том же месте, где склад, этот самый, дивизионные, дивизионные склады были, вот, близко только вот, как вот, к этому дому вынесли пункты, это, это самое, работы, в случае чего, а если бы он взорвался, то, не дай бог, это самое. И где-то недели за две мы, так сказать, взрыватели увернули, вот, все как следует, в это самое, запаковали обратно боеприпасы, сложили их, и это самое, война началась уже, и война само собой идет, а мы тут подготовкой пока мы занимаемся, потому что такую артиллерию выставлять против наступающих немцев, это было безрассудство. И где-то в августе месяце, значит, поступило распоряжение военному начальнику фронта, или участку фронта, которым защищал, защищал, вернее, воевал Гомеле уже, а немцы с севера прорвались, ближе пошли, были около Брянска в это время, значит, мы оказывались в мешке, вот, это, так сказать, артиллерии, люди, все решили вывозить, командование получило, говорите, любыми, любыми силами удержите, пока выедет оттуда Клинцовский гарнизон, а в этот Клинцовский гарнизон, это, значит, от Гомеля примерно 80 километров, вот, ну, а оттуда еще 120 до Орла и до Брянска, вот, там были немцы, но был участок дороги от Гомеля до Конотопа и Бахмача, вот, сначала Бахмача, потом Конотоп, это, нас начали вывозить, ну, отправили один, а шалон второй, третий стали грузить, нет места, а там стоят вагоны и с сукном, это потому, что там суконная была фабрика, которая производила, это такое, шинельный, из которого шинелишь и всякие это, значит, часть погрузили на платформы, вот, людей рассортировали там по вагонам, где-то под орудие, по этому, но еще на 150 человек не хватало места, и мы здесь скомплектовали, там старшего лейтенанта, послали пешком до, оттуда, с Клинцов до Бахмача, это примерно 80 километров, пешей у нее половина разбежалась, но это вот, страшная штука получилась, которые разбежались, потому, что нас, место Подмосковья тогда шла уже этот самый, вот, Ростов есть какой-то, я, собственно, точно не знаю место расположения, в районе, вот, Псковска, не Псковска, Калининская бывшая область, Тверская, Тверская губерния, и это самое, до самой Москвы, там это, собственно говоря, шли бои уже, за Москву, туда тоже пускать эти орудия стрелять почем, по своим, только потому, что это самое, сутки надо не меньше, чтобы поставить орудие и привести его в боевую готовность. У нас где-то станция есть, узловая, там выход, туда уже, на восточную часть, загнали в Тотское, это примерно 400 километров от Савары или Куйбышев тогда город был, и там это самое, распределили в районе, эти части расположили, может быть, на 20-30 километров каждый получил, но мы, как раз наша часть оказалась близко к станции, вот это Тотское, и там мы, собственно говоря, я лично где-то до 43-го года просто служил. За это время, значит, это самое, поскольку не было начальника мастерской, значит, начальника мастерской взяли с запаса там сержанта, если по-нашему, присвоили ему звание младшего лейтенанта, и это самое начальника мастерской стал. И таким образом получилось, что я уже в это время был, поскольку не был начальником мастерской, начальником снабжения отдельного дивизиона, вот с закладом где-то 800 рублей. Тогда званий тогда еще не было, за звание не платили ничего, должность. Вот. И вот до 42-го года там я в этой части работал, а потом, значит, это начали когда под Салендрадом было туго, значит, туда приезжал Воронов, это начальник артиллерии советской армии в последнее время, вот, и Молотов с ним был, посмотрели, говорит, куда их под Салендрадом и, говорит, в Волге в топе мы эти орудия, потому что есть ее собраток 60 с лишним тонн в одном моем положении это орудие и ее вся причин дальность которая есть и так моя квартира была где-то недалеко от штаба, который занимал другая часть, и там был знакомый мне товарищ жарит говорит, нас переводят в другое место, это самое Севзи в Тотске это 5 километров от станции вот хозяину этого дома сделай получи от него разрешение на то, чтобы тебе дали ордер на занятие этой части, то есть квартиры, вот там я занял это самое квартиру и за этой квартирой мы поссорились немножко с бывшим начальником, с собственным командиром этой части, вот хотел меня выселить, поскольку у меня ордер был подписан районным начальством, вот и все законно, вот он отстал потом это самое ну а я это на сборы попал в Чкалов это Оренбург вот тогда он Чкаловым был и там был штаб округа Южноуральский военный округ это там где-то до 42 до 44 года был помощником начальника отдела который ведал этим боеприпасами чисто вооружением другой был в этой службе а вообще подчинялись командующим артиллерии округа в 43 году в марте месяце вот было нашествие на Корюковку в этом самом доме у люди есть там это самое про эту Карюковку полностью запись в этом приборе который можно вызвать и почитать вот вот я получил это извещение о том чтобы семью собственно говоря мать и сестенку живем сошли брата застрелили вот отец и сестра которая вот была в стрию здесь они были на лесоскладе работали там и где-то там среди материала который поступал на лесосклад вот у них была какая-то комнатушка там или это самое вот там они оказались разбиты а эти погибли я в это время значит своему начальнику вокруг говорю это самое вот такое дело я хочу это самое пошлите меня в это маршал роту то есть часть которая едет на фронт где-то в марте месяце нет это уже был не март когда шли бои уже наши наступали на фронте и шли бои в Польше в Белоруссии на Украине в западной части потому что это самое уже движение шло я попал в Минске учебный центр на должность начальника вооружения полка а это полка не было по существу вот июль август сентябрь мы под Минском где-то километра 15 наверное восточнее его вот это расположилось деревня в которой дистанцируется наша часть там получали вооружение готовились к бою участие в боях вот в декабре 44-го года 12-го числа по-моему декабря мы были полностью готовы и вступили на территорию Польши уже тогда это самое западное это самое Минское и вот отсюда началась боевая собственно моя жизнь я начальник вооружения это место 305 у меня 76-ми мм пушки 24 штук вот полностью значит это укомплектованы личным составом личный состав какой рядовые которые проходили предводительную службу в этом в армии за это время были освобожены в Белоруссии значит это среди них были хорошие специалисты и среди всякие вот наша задача была поддерживать в исправном состоянии в боевом состоянии вооружение все от этого самого карманного пистолета до пушки вот с этими собственно говоря отсюда буквально через пару недель как нас разгрузили на территории Польши мы уже были в бою и участвовали в боях за Варшаву вот правда на этом берегу Выслы вот есть район Магнушел Магнушел